здравствуйте мои дорогие спасибо что остаетесь с нами сегодня я вам расскажу об огромной пользе листьев оливы не перестаю удивляться тому что казалось бы найдено и изучено практически все что только можно найти и изучить но каждый раз прихожу в восторг от всего изобилия лекарственных средств которые создал господь для нашего блага и вот еще одно удивительное средство уверена что ну и вам понравится возможно кто-то знает о нем но для меня лично это целое открытие один из наших подписчиков прислал нам интересную статью турецкого врача доктора селима панча где он описывает очень простое доступное и эффективное средство для укрепления иммунитета лечение ряда заболеваний улучшение состояния всего организма и что очень важно наше время действенного средства для восстановления после перенесенного к вида принимая чай на основе этого средства можно значительно укрепить свой иммунитет улучшить работу кровеносной системы вылечить сахарный диабет вылечить гипертонию улучшить состояние кожи снизить уровень хронической усталости уменьшить отеки снять воспаление с больных суставов при артрозах артритах это средство полезно при гонореи пневмонии герпесе туберкулезе гепатите менингите и гриппе и это еще не все помогает борьбе с ботулизмом язвы желудка энцефалитом маляреи атеросклерозом инфекциями мочи выводящих путей и борьбе из дифтерии согласитесь впечатляющий список так что же это за такой волшебный чай все предельно просто это чай из листьев оливкового дерева листья собирают высушивают причем при сушке их пользу полностью сохраняется и готовит этот замечательный чай который обладает огромным спектром полезных свойств что официально подтверждено рядом научных исследований подробнее о преимуществах расскажу в конце этого видео смотрите видео до конца оливковое дерево вечно зеленое субтропическое дерево с древности возделывается для получения оливкового масла диком виде не встречается а вот оливковый лист применяется людьми уже около пяти тысяч лет в древние времена использовался для мумификации умерших монархов а затем в качестве противолихорадочного средства и для лечения гнойных ран применяли так вот было установлено что чай из листьев оливы способен расслаблять и расширять кровеносные сосуды понижать кровяное давление предотвращать образование тромбов улучшать кровоток в коронарных артериях в дополнение ко всем этим преимуществам масличный лист способен бороться с образованием плохого холестерина лдл таким образом предотвращая повреждения сосудистой стенки и препятствия развитию атеросклероза если вам очень повезло жить там где оливковые деревья растут как у нас береза вы сможете приготовить настоящий оливковый чай для этого соберите листья дайте им подсохнуть и раздавите вручную удалите стебли заварите в пропорции 1 чайная ложка сухих измельченных листьев в одном стакане горячей воды дайте настояться 15 минут пейте по 3 чашки в день с оливковым чаем прекрасно сочетаются мед лимон молоко корица лепестки розы мята и лаванда можно быстро заварить такой вкусный и полезный чай положите в кружку несколько листочков оливы залейте кипятком и дайте настояться 5-7 минут можете накрыть крышечкой наш чай готов принимая такой чай в течение трех недель и вы почувствуете эффект оздоровления рекомендуемый период приема 8 недель если возможности приобрести сухие листья оливы нет можно использовать экстракт рекомендуемая доза экстракта оливкового листа 500 миллиграмм 1-2 раза в день жидкий экстракт оливкового листа принимайте в соответствии с указаниями на этикетке дорогие мои для сушки листьев оливы я использовал вот такую штучку дегидратор оберхов вещь очень легкого употребление простая удобная я справилась буквально за 5 минут я даже не знала что существует такая вещь как дегидратор который можно сушить практически все ягоды грибы листья травы дыня тыква ягоды фрукты овощи все что угодно кроме того здесь есть сборник рецептов как высушить листья оливы дегидраторе я вам сейчас расскажу для дегидратации выбираем только сочную молодую зелень в идеале она должна быть свежей и собранной не более чем за 5-6 часов до сушки перед тем как отправлять ее дегидратор зелень нужно промыть и просушить на ткани и и не обязательно резать можно сушить целиком учитывая что для трав нужно более нужна более низкая температура чем например для фруктов и овощей не советуем сушить ее рядом с другими продуктами во время сушки следите за тем чтобы вовремя убирать подсохшие стебли общее время сушки составит от двух до четырех часов если зелень тонкая около полутора часов если травинки ломаются под нажатием пальца значит зелень готова ее можно убирать из дегидратора обратите внимание что стеблем нужно больше времени чем листьям поэтому проверяйте ломкость сразу на стеблях дегидратор оберхов фрукт трокин а 15 для овощей и фруктов а также для приготовления пастилы йогуртов мясо рыбы и других продуктов помогает высушивать плоды и продукты не уменьшая при этом количество их полезных элементов процесс работы сушилки заключается в обезвоживании плодов с помощью равномерной циркуляции теплого воздуха благодаря чему они не пропадают длительное время во время сушки продукты практически не изменяют своего внешнего вида лишь немного уменьшаясь размере при этом за счет того что в приспособлении используется не горячий а теплый воздух все полезные свойства продуктов не испаряются как во время обычной сушки на открытом воздухе а консервируются несколько слов про интересные с медицинской точки зрения соединения в оливковых листьях это олеоропеин и гидрокситирозол олеоропеин природный пестицид который защищает организм человека от бактерий вирусов и грибковых инфекций также способствует активной защите от раковых заболеваний гидрокситирозол мощный антиоксидант действие которого в 10 раз сильнее чем у оксидантов составе зеленого чая защищает здоровые клетки от окислительного стресса и повреждения согласитесь вот эта комбинация которую можно сравнить с разорвавшейся бомбой эти вещества снижают способность вирусов создавать аминокислоты тем самым предотвращая их способность к размножению нейтрализует те ферменты которые необходимы вирусу для разрушающего действия рибонуклеиновые кислоты проще говоря рнк здоровой клетки а рнк это одна из трех макромолекул содержащихся в клеточном ядре и участвующих в кодировании и выражении генов израильскими учеными была обнаружена противомикробная активность оливку листа в отношении стрептокока в одном из научных исследований результаты которого были опубликованы в журнале фитомедицина в феврале 2011 года приводился сравнительный анализ воздействия на организм человека экстракты из листьев оливы и каптоприла лекарственного препарата который назначают при высоком артериальном давлении тем кто страдает гипертонией в чем была суть научного эксперимента группу участников разделили на 2 одна группа принимала официальное лекарство каптоприл а другая экстракт оливковых листьев в количестве 500 миллиграмм два раза в день эксперимент длился 8 недель в итоге у всех участников обеих групп были зафиксированы значительное падение показателей систолического и диастолического кровяного давления а вывод ученых такой листья оливкового дерева работают против гипертонии также хорошо каптоприл только следует учитывать что листья это полностью натуральный препарат не имеющий никаких побочных эффектов а каптоприл химическое вещество серьезными побочными эффектами научное исследование испанских ученых 2011 года показала что олеорупи стимулирует выработку костных клеток остеобластов таким образом предотвращая потерю плотности костей ткани и борется с остеопорозом еще одно преимущество оливковых листьев является его положительное влияние на функции мозга исследования показывают что олеорупиин уменьшает симптомы или возникновение возрастных расстройств таких как деменция и болезнь альцгеймера листья также эффективны в лечении сахарного диабета благодаря наличию полифенолов снижает уровень сахара в крови в организме и контролирует уровень глюкозы помогают эти листья увеличивать производство организмом гормона инсулина данный момент ведутся активные научные исследования листьев оливкового дерева относительно их анти диабетических свойств но ученым уже понятен огромный лечебный потенциал 2009 году исследование проведенное в греции впервые показала что экстракты из оливковых листьев способны подавлять рак молочной железы мочевого пузыря и мозга так как масличный лист эффективен против бактерий вирусов и даже против грибковых инфекций например кандидоза ротовой полости ногтевых пластин вагинальных дрожжевых инфекций он применяется для лечения широкого спектра заболеваний таких как малярии полиомиевит псориаз аллергии простудные заболевания и туберкулез употребление листьев оливы хорошо сказывается на состоянии кожи защищает ее от вредного разрушающего воздействия уф лучей об этом факте говорилось в журнале исследования фитотерапии за июль 2010 года по данным научного исследования результаты которого приводились международном журнале косметической науки за апрель 2008 года олеоропеин уменьшает покраснение на коже предотвращает ее обезвоживание увлажняет сохраняет ее молодость и здоровый внешний вид улучшая приток крови кожному покрову верхних слоев на 35 процентов лучше чем известный витамин е еще одно научное исследование подтвердило что действие олеоропеина против возникновения рака кожи также является лечебным средством против меланомы серьезнейшего заболевания если вы будете пить чай из листьев оливы то увидите как прыщи исчезнут с вашего лица буквально через несколько дней а исследование 2014 года результаты которого были опубликованы в журнале evidence базет показала что экстракт оливкового листа может помочь в борьбе с ожирением за счет отключения генов которые накапливают жир результаты исследования подтверждают что прием экстракта оливкового листа способствует потере веса как видим область применения оливковых листьев широка но есть противопоказания и побочные эффекты из-за того что в данный момент еще ведутся активные исследования свойств оливковых листьев не рекомендуется употреблять экстракт беременным кормящим и детям до 12 лет также не рекомендуется употреблять препараты из оливковых листьев тем кто страдает гипотонией проходит химиотерапию принимают препараты для разжижения крови также возможно раздражение желудка особенно если доза слишком высока в любом случае если вы страдаете хроническими заболеваниями перед приемом любых новых бадов проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом где можно купить листья оливы в египте турции греции тунисе марокко испании италии можно купить сухие листья оливкового дерева на развес но чаще всего в аптеках продают экстракт листьев оливы и в капсулах продают дорогие мои если видео вам понравилось поставьте лайк и не забудьте подписаться на наш канал чтобы не пропустить все самое интересное и полезное для вас будьте здоровы берегите себя и до новых встреч до новых встреч до новых встреч Продолжение следует...